Давайте сначала мы с вами выясним ту ситуацию, которая есть у всех, ну, у большинства, скажем так, и, собственно, почему мы здесь, откуда вообще возникла эта проблема. Существует большое количество начинающих дизайнеров или тех, которые собираются становиться дизайнерами, да, или тех, которые работают какое-то время, и у которых есть проблема с представлением себя работодателем, правильно? Понятная такая проблема. Все знают, что нужно приходить на работу, все идут там на всякие сайты типа там job.ru, job.list.ru, и там везде написано, обязательно вы там прислать резюме, да, показать, что вы себя представляете, да, и, собственно, и упирается сразу в то, а что, собственно, показывает, да, вот, собственно, в чем проблема. И непонятно, как это сделать так, чтобы, так сказать, и себя лицом правильно показать, да, и как сделать так, чтобы работодателям это все было понятно и приятно. Проблемы, с которой сталкивались все всегда, я имею в виду дизайнеры, и я в свое время сталкивался, и она, так сказать, совершенно в этом смысле очевидна. И вот, каким путями мы эту проблему с вами можем решить. Во-первых, давайте задумаемся над таким вопросом, что, собственно, хочет увидеть от нас наш потенциальный работодатель. Резюме – это же такая довольно абстрактная вещь, почему, собственно, вообще эта проблема, потому что не очень понятно, что там должно быть, из чего она должна складываться и как оттуда запихивать, ну, собственно, что я и вынес, да, в заголовок этого вопроса. И давайте, собственно, для начала конкретизируем, да, представим себе, что вот есть некий работодатель, и он смотрит резюме, и что он надеется там увидеть. А надеется он увидеть там, на самом деле, несколько очень простых вещей. Во-первых, ему интересно, насколько вы владеете техническими аспектами, это очевидно совершенно, да. И вот это вот первая проблема, которую не всегда дизайнеры осознают, что работодатели действительно, ну, поскольку все, ну, по-моему, практически все работодатели, да, пишут вот эти вот красивые слова насчет того, что человек должен владеть там такими-то программами, да, там тем-то, сем-то, пятым-десятом. Как ему убедиться, этому работодателю, в том, что вы владеете этой программой? Ему надо показать хорошо сделанную работу, да. И вот это первая вещь, которую вот дизайнеры не всегда понимают, да, что дело не в креативности, не надо в каждой работе поражать своей креативностью. Дело совершенно не в этом. Можно сделать исключительно технически грамотную работу, да, которая пусть будет неинтересна, но которая продемонстрирует ваше умение работы в программе, да. Берете иллюстратор, создаете невероятно сложный макет, в котором 250 тысяч узлов, в котором, знаете, сложные сетки, в котором эффекты наложения, в котором перетекание, в котором, да, сложные графические объекты с завитушками, с паттернами там совсем на свете. И кладете это в свое портфолио, да. Причем, заметьте, не просто молча кладете, сейчас я расскажу еще о текстовой части, о текстовом сопровождении своей работы, надо обязательно комментировать собственными словами, да. Это тоже очень... А как же вы думали? Конечно, как человек догадается, что это круто? Как он поймет, что вот это вот странное нагромождение линий, что это является объектом вашей гордости? Вы должны сказать, что в данном объекте там 500 тысяч злов, да, работа ввела в течение трех недель, да, при нормативе там в четыре месяца, да, что здесь использовано 158 эффектов, что здесь 346 эффектов других. И когда вы пришли в типографию, они схватили заголовок и сказали, что мы это за год не напечатаем, такое изобилие технических деталей. Вот что надо написать. То есть вы должны понять, что вы технически, да, владеете программой. Есть, я, к сожалению, с собой не взял, но вообще у меня есть, ее можно найти в интернете. Картинку один дизайнер, фрилансер, выложил картинку. Он делал яхту какую-то, большую прогулочную яхту для какого-то проекта, а может, он даже делает просто для себя. Ну, короче говоря, он выложил картинку, представьте себе, размером там где-то, чтобы не соврать, примерно там 15 тысяч пикселов на 10 тысяч пикселов. Понимаете, да, растровая картинка чудовищного, гигантского размера. На ней изображена там трехпалубная яхта в разрезе, огромный там четырехпалубный, то есть четырехэтажный корабль, пароход, да, в разрезе с машинным отделением, со стульчиками, со столиками, с картинами на стенах, с колоннами, с застеленными кроватками, с антеннами, с флажками, с ковровыми покрытиями, с тенюшками, с окошечками, с иллюминаторчиками, с якорем, с цепочечками. И реально вот так вот приближаешь, можно каждый стульчик рассмотреть. Человек в уголке написал, работаю в Adobe Illustrator, там такой-то, такой-то, вот мой мыл. Ну, понятно же, что, что крут чувак, понятно, что работа чудовищно нудная, но это же тоже, между прочим, достоинство, согласитесь, профессиональное, да, человек, который вот такую работу, он написал, что, причем, он даже какой-то сайт специальный имел, там сделал, там типа 960 часов, не буду врать, не помню точно, но в том смысле, что он затратил там 960 рабочих часов на создание вот этой картинки. Вот уже никакие резюме дополнительные не нужны, понимаете, человек продемонстрировал некреативность, он же на это не претендует, он продемонстрировал, что он мастерски владеет программой. И понятно, что там эти стульчики там скопированы, да, видно же, ну, естественно, он же не говорит, что я автор и художник, и я каждый стул, так сказать, да, вложил в него свою душу. Речь не об этом, о том, что он грамотно воспользовался возможностью программы, вот это все реализовал. И это нельзя сбрасывать с счетов, это первейшая, важнейшая вещь, да, в нашей реальной практике мы с вами сталкиваемся, да, с тем, что работы требуются гораздо более простые, да, нет, может быть, такой степени сложности. Но кто же мешает их себе придумать-то, да, вы придумываете, можете придумать, никто вам не запрещает, заметьте себе технически сложную работу, да, сделайте себе, я не знаю, там, грамоту, да, которую вы хотите себе вручить за достижение в области дизайна. С водяными знаками, да, с орнаментами, с чем угодно, да, и это будет отличная совершенно вещь, которую можно будет гордо положить в резюме, да, еще вот так вот ее, да, сделать невероятно высокого качества. Отличная, мне кажется, да, вещь. А если вы еще напишите, да, что, опять же, не используем там столько-то эффектов, там столько часов затрачено, это будет абсолютно адекватное решение. То есть это первое, да, что мы с вами можем сделать. Второе, что мы можем с вами сделать в резюме, показать, что мы владеем не только программами, но мы и владеем, собственно, сопутствующими, так сказать, техническими вопросами. Вопросами и приемами. Ну, то есть вот о чем идет речь в наших макетах, как мы с вами знаем. Если, кстати, какие-то вопросы появляются, да, вы прям сразу спрашиваете, потому что, может быть, говорю какие-то там слова, которые, понятно, допустим, дизайнерам-полиграфистам, а дизайнерам там немножко не полиграфистам, непонятно. Я хотел бы просто обратить внимание, что вот то, о чем я говорю, это, по-моему, для любого дизайнера годится, да, хоть интерьерный, хоть какой. Но если еще раз повторяю, что-то не ясно, вы прям говорите, спрашиваете, я вам объясню. Так вот, второй вопрос связан с тем, что есть технологии. У интерьерных дизайнеров понятно, что есть технологии покраски стен, да, обработки материалов, создания каких-то, так называемых, рольставин, чего угодно. Да, дизайнер должен это все, естественно, знать, правильно? Если дизайнер интерьера, он должен знать, из чего делаются короба дверные, да, и как они навешиваются, там, распашные, нераспашные двери. Если дизайнер полиграфический, он должен знать, какие бывают там блинты, конгревы, да, выборочные лаки, тиснение и прочие разные вещи. Это надо показывать? Конечно, надо. Кто, да, вам поверит на слово, если вы напишите в своем резюме, что я просто, я все знаю, ну, как обычно, знаете, и понятно, что если человек пишет, я все знаю, то есть, понятно, что ничего не знает, да, это, ну, мы с вами взрослые люди, мы это должны понимать, отчетно, да, это, я себе тоже мог позволить, в 20 лет, когда у меня там спрашивали, владеете ли вы, я говорю, да, я всем владею, дайте работу, я вам любую сделаю. Какой я был диод, понимаете? Но, конечно, это невозможно. И в этом смысле надо конкретно показывать, что именно вы знаете, да, какие именно технологии печати, да, там, или обработки вы можете использовать. Причем, опять же, точно такой же вопрос. Это нужно не просто изображать, да, а это нужно показывать, да, вот это нужно показывать, расписывать, словами прямо писать, да, что вы владеете, чем, что у вас получается. Я вот могу просто показать несколько, ну, даже не то, чтобы для проверки вас, речь не об этом совершенно, да, просто вы понимали, что если вы, например, в своем там портфолио, да, делаете вот такую, например, картинку, она, как вы понимаете, она ни о чем, эта картинка, ну, в смысле, она не демонстрирует ваши технологические, так сказать, или художественные умения, она не для этого. Вы просто здесь пишите. В данной работе использованы два выборочных лака, текстурный и глянцевый, да, фигурных выборочных лака. Понятно, что если человек это пишет, да, если он, как бы, показывает это, он понимает, он мало того, что понимает, он осознает ценности этого знания, и это действительно так, да, одно дело написать просто я владею всеми технологиями, да, и другое дело, что я понимаю, да, о чем идет речь. Вот, например, замечательная, да, вещь тиснения, да, как мы с вами наблюдаем. Хорошенькое такое тиснение. Какое сплашивается это тиснение? Вот так вот просто можно мне не отвечать, но это на самом деле совершенно определенный вид тиснения, это конгревное тиснение, в отличие вот от этого, которое называется блинтовое тиснение, они разные, да, соответственно, если вы указываете, вы пишете, делаете вот просто такую картинку в своем резюме, вы говорите, подготовка блинтового тиснения, и понятно, что вы понимаете, о чем идет речь, да, там подготовка к конгревному тиснению. Этот дизайнер, если он полиграфистом назвался, он это должен понимать, он это должен ориентироваться, да. Вот, так что вот такие вот вещи, или вот, например, вот такая вот совсем уж другая, да, простая совершенно штука. Что это такое? Ну, понятно, что это рубной нож, правда? Если вы рисуете просто макет, нарисовали просто красивую картину, как многие дизайнеры делают, там, обложка каталога, ну, бог с ним, все могут обложку каталогу нарисовать. Если вы рядом прикладываете вот эту картинку, вы говорите, в скобочках, просто меленько пишите, в рубной нож, мной разработаны для обложки каталога, понятно, что это прибавляет ценности. Это значит, что вы не просто рисовать умеете, а вы понимаете технологию производства, да. Вы можете сделать некоторую технологическую операцию, которую... Вот это вот, это вот, это контура вырубного ножа, да, то есть, которые являются обычными... Да, 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 ну, в данном случае это папка, совершенно конкретная папочка, да, с кармашком и с кармашком для визиток. Да, вон она, видите, два вот этих уголка, это вот визитки. Вот это же надо показать, потому что заказчик, опять же, давайте вспомним, о чем мы с вами говорим, о том, что есть заказчик, который в это дело смотрит, пянется, думает, что это за фигня такая, да. Вы ему говорите, товарищ дорогой, вы не беспокойтесь, я-то разбираюсь, да, я это врубной нож, папки, да, которые я там вам могу сделать. Вот, это все тоже надо показывать. Ой, вам бы тоже посмотреть картинки, это прекрасная мысль, спасибо, что вы сказали. Я там просто включил камеру, а картинки вам не показал. Сейчас должно быть все видно, да. Заиграли картиночки? Извините, пожалуйста, я вам даже покажу то, что сейчас было перед этим, чтобы вас это не расстраивало. Ага, вот я показал перед этим вот эту картиночку, да, с конгребным тиснением, показал вот эту картиночку с текстурным и глянцевым выборочными лаками, да, и показал вот эту еще картиночку с блинтовым тиснением. Да, то есть вот такие вот, собственно, висички. Ну, то есть они из себя, может быть, не представляют ничего, так сказать, сложного, чисто изобразительно, да, но вот еще раз повторяю, это просто примеры, да, того, что можно и нужно показывать. И еще раз повторяю, что в интерьерном, да, что в архитектурном, что в предметном дизайне. Везде есть свои, да, особенности. Если мы говорим про дизайн, например, связанный с оформлением мест продаж, то понятно, что можно всегда сделать, знаете, расчет какого-нибудь светового короба, да, там, разрез светового короба, где вы покажете, как там лампочки размещены, где какие загибы, да, где какие подгибы. Ну, потому что дизайнер – это не просто человек, который рисует, это совершенно однозначно, да. Вот это вот, собственно, я все к чему, потому что вот это самое первое наивное представление, да, что дизайнер – это человек, который акварелькой так в альбомчике красиво нарисовал, так перефоткал, и вот, смотрите, как я умею. Это, друзья мои, это называется доморощенный художник, да, это не дизайнер. Дизайнер – это человек, который вовлечен в технологический процесс производства, да, дизайнер. Что это такое? Это производственная, прежде всего, такая функция. Ну, вот, Евгения, про веб-дизайн, ну, смотрите, давайте мы тоже с вами посмотрим, так сказать, трезво, что технологического нужно знать в веб-дизайне. Оптимизация страниц, да, должна быть, то есть то, что связано с уменьшением там размера файлов, должна быть. Всякие мета-нейм, которые называются, да, то есть эти вот дополнительные имена, по которым производится поиск на, поиск нашей страницы, да, в интернете. Это веб-дизайнер, веб-дизайнер. Всякого рода интерактивы, да, там, формы для обратной связи, поиска, которые, как мы с вами, я думаю, знаем, да, по современным представлениям являются неотъемлемой частью дизайна. Дизайнер придумывает дизайнер. Всякого рода ролловеры и эффекты, да, связанные с тем, ну, когда мышку там подводишь, да, что-то происходит, являются техническим достоинством, конечно. Правильная обработка растровых изображений, да, то есть чтобы они были и по размеру правильные, правильный подбор шрифтов, да, чтобы они хорошо были читаемы, чтобы сама схема верстки была правильной, да, чтобы сама структура страницы, я имею в виду, как бы, табличная форма, да, чтобы она была, как бы, оптимизирована и адекватна, да. Вот это все тоже, естественно, имеет значение, я думаю, что вы со мной согласитесь. А раз мы это признаем, тогда, значит, нужно не просто показывать, как это тоже многие наивные юные дизайнеры делают, рисуют такую картиночку и говорят, там, дизайн сайта, да, там, для какой-то компании. Да это треть дело, это четверть дело, да, потому что если вы, помимо вот этой картиночки, покажете схему, структуру, да, если вы приведете скриншот просто, коды, которые вы написали с указанием, да, там, красным рамочком обвести, как бы оптимизированные схемы, там, да, этих вот дополнительных имен, которые, там, значит, да, для поиска нужны. Или вот здесь, как бы, вот здесь я здесь, как бы, там, разработала некоторые механизмы отправки, там, почты на какой-то там сборщик имен. Вот что будет невероятно крутым с технической точки зрения, да. Вот, Евгения, такая вот история. То есть у веб-дизайнера, безусловно, тоже есть свои достоинства, да, и то есть такие чисто технические особенности, которые тоже, естественно, можно и нужно... А если веб-стайне, он это прочтет, он веб-стайне уже, ты просто рисуешь, ты ему показываешь... Безусловно, но когда берут на работу веб-дизайнера, имеется в виду, что он со всем этим знаком, да, то есть беря на работу веб-дизайнера, обычно пишут знания HTML5, да, знания, там, CSS, да, ну, каскадных стилей, да, знания, что там еще-то, ну, то есть там целый набор вот этих технических данных, и вот их-то надо демонстрировать, то этот дизайнер относится, да. Да, почитайте какого-нибудь Якоба Нильсона, знаете, может, такого дядечка, Якоб Нильсон, замечательный дядька, который пишет про веб-дизайн, да, про всякие, то, что нужно знать веб-дизайнеру, так там у вот этих вот милых девочек, которые просто рисуют картинки и думают, что они занимаются веб-дизайном, у них волосы дыбом стоят, да, потому что вот он ровно про это рассказывает, он говорит, а как же теги-то там прописывать, да, кто это будет за вас делать-то, а как же поисковую оптимизацию-то проводить, интересно, вы что думаете, у вас специальный человек, это все должности веб-дизайнера, да, а как, а вы знаете, говорит он, спрашивает он у слушателей, что сайты существуют там контентно ориентированные, объектно ориентированные, вы вообще какой сайт создаете, да, если он объектно ориентированный, то в чем это проявляется, понимаете, то есть вопросы, которые вот для просто рисующего в фотошопе, ну хорошо, не девочки, а мальчика, не намного приятнее, да, и не намного яснее, и вот это-то и надо показывать, да, что вы владеете не просто кисточкой номер пять в фотошопе, да, а умеете там ее диаметр подобрать, это каждый умеет, в общем, на сегодняшний день, да, а что вы владеете вот этим вот чисто техническим, да, вот аппаратом, который является очень важной частью. Ну вот, это вот вопрос, связанный с такой чисто технической стороной дела, то есть давайте еще раз, значит, надо показывать свое владение программами, да, и надо показывать свое владение проблематикой, да, то есть вот такой технологической проблематикой, это все как бы второй вопрос. Третий вопрос, который тоже, между прочим, отражается в резюме, он уже, я думаю, более понятен, и я думаю, что он такой более как бы логичный, да, для дизайнера, конечно, надо показывать свои креативные возможности, свой креативный потенциал. Надо показать, что из вас спрет энергия, что из вас спрет, да, чувство стиля, чувство прекрасного, вот это все, конечно, надо демонстрировать. И вот здесь возникает один из самых, ну, на мой взгляд, смешных вопросов, здесь как на примере чего это показывает, да, ну, обычно этот вопрос звучит так, что, ну, я же начинающий дизайнер, у меня заказчиков-то еще нету, поэтому как же я, значит, что мне выкладывать? И на это у меня совершенно такой очевидный ответ, ну, а кто же мешает этих заказчиков придумать? Да, ну, это вот очевидно, да, берете, я не знаю, любую фирму, даете ей любое имя, вон по улице идете, смотрите, там 50 разных фирм, если не может, не получается придумать, да, выписываете в блокнотиках имена, каждый из них делаете по сайту, каждый из них делаете по фирменному стилю, по визитке, по буклету, по блокноту, да, отлично совершенно, да, у вас будет возможность продемонстрировать ваши творческие возможности, да, это тут даже и говорить нечего. Я вам более того скажу, что люди на этом делают невероятно эффектные, выигрышные работы, да, которые сразу дают понять, что человек, ну, как бы в теме абсолютно. Не могу вам не показать вещь, которая меня восхищает, сейчас я вам найду. Один дизайнер, когда ему нужно было сделать резюме, он, то есть не резюме, а показать свою, как бы, работу, да, он, значит, сделал следующую вещь, он придумал фирму, которая не существовала на самом деле, и разработал для нее полный фирменный стиль с интерфейсами, веб-интерфейсами, приложения, которые там должно работать. Идея проста, но благодаря тому, что она смешная и креативная, действительно, она очень широко гуляет по интернету. Вот, сейчас я вам вкажу. Доставка за трещин. Прекрасная фирма, да, отличное изобретение. Человек придумал логотип, человек придумал фирменный стиль, он придумал слоган, кто мешает это сделать на любую тему. Он, да, идеальная штука, мало того, он не просто это сделал, да, он придумал постеры, которые рекламные постеры для этой фирмы, причем целую серию чудесно смешных рекламных постеров, у них там целая куча, да, ну, как бы, ну, что, фирменный стиль, так фирменный стиль, вон их сколько там, да, этих постеров. Он придумал машину, обклейку машины для этой фирмы. Кто мешает, да, кто не дает вот этим всем заниматься, да ради бога, да. И понятно, что интерфейс, между прочим, да. Легкие процессы. Ну, конечно. Классно. Классно, но главное еще раз, кто мешает, да, это абсолютно вот как бы вот идея, которая лежит на поверхности и которую можно использовать. Человек просто в этом смысле оттопырился и сделал то, что ему хочется, да. Это его сайт, и он тут фотографии выбрал. В смысле? Это вот он был, прям вот на сайте лежит, вот прям вот эта вся лента. У него на сайте. Да. А, он тут еще и сайт. Нет, ну, как, у него обычно его сайт, на котором он, ну, как бы его работы, да, это просто одна из его работ. Да, у него там много, у него всяких разных занятных вещей, да. Ну, вот, собственно, и даже еще униформа, да, и как бы смешная такая карта. Ну, весело же, смешно. И какой работодатель это не оценит, да. Сейчас это настолько уже, именно вот эта вот работа настолько разошлась по интернету, что сейчас, если просто он, ну, я думаю, что у него с работы все нормально, да, но если ему придется устраиваться, он скажет, что вот я вот это придумал, и его понятно, что его все знают, потому что он реально очень, это классная совершенно такая вот остроумная хишка. Так, собственно, это просто повод для того, чтобы сделать все, что угодно самому, да. Можно и сайт сделать, естественно, да, если вы занимаетесь сайтом. Понятно, что можно полиграфию сделать сложнейшую, да, для... То есть, я, короче, понятна вообще мысль, да. Это я к тому, что не надо цепляться за отсутствие клиентов пока, да, для того, чтобы создавать то, что вы хотите. Ведь главное, что вы же, вот как в данном случае, да, понятно, что никто не делает вид, что я уже там 50 лет на рынке, да, я там работаю 30 лет. Это никого не касается, да. Если у вас хорошее портфолио, вас не будут спрашивать, а сколько вы этим занимаетесь. Ну, видно, что человек занимается этим, да. Но если спросят, то скажут, я занимаюсь два года, но перед этим пять лет, значит, я тренировался. В смысле начинающим? В смысле начинающим? В смысле, где это опыт-то? Это надо поймать. Нет, подожди, а что знать, опыт чего? Ну, вообще, вот это, в работе, в самом принципе, интернет же полный. Идете в Яндекс, набираете там хорошую, там портфолио, пример портфолио, это же добра миллион, это же добра куча. Учебников по созданию этого всего масса. Я думаю, вы говорите о том, как дизайнеру понять, что хорошо, а что плохо, в принципе, делать. Но это, знаете, давайте исходить с того, что дизайнер, в любом случае, это человек, это не тот человек, который просто научился работать в фотошопе и в иллюстраторе. Правда? Дизайнер – человек, который, ну, уж, по крайней мере, как бы интересовался этими вопросами. То есть, понятно, что я когда-то в свое время, когда еще даже компьютеров не было, я был художником-оформителем. Естественно, я тоже был художником-оформителем без опыта. Я устроился у дворя скульптуры рисовать плакаты. Плакатным пером, там, знаете, вот эти вот все, День знаний, там, с Днем учителя, там, 1 сентября, ну, вот это все, на встречу 24-му ССС. Все это я писал. Но я, у меня, действительно, не было опыта. Но я же, устраиваясь на работу-то, я спросил себя, умею ли, например, писать шрифты. Знаю ли я, как шрифт устроен? Я должен был ответить, что я, ну, да, знаю. Если я знаю, как устроен шрифт, и вот если бы с меня потребовалось в этот момент портфоль, перед первой еще моей работой, уж, как минимум этот свой шрифт я должен был бы как-то, да, там написать, подготовить, ну, если бы такая задача стояла, да. Если я тогда, к тому моменту, признавал, что я, ну, как бы знаю, что такое цвет, как работают с цветом, а я вообще занимался рисунком, живописи, композиции с 12 лет, ну, потому что там строганов у меня там хотели запихнуть родители, то есть я как бы был в теме, что называется, да, то понятно, что я мог бы, вот опять же, если бы такая встала задача, придумать какие-нибудь, не знаю, там, красивые нарисовать картиночки, там, по цвету, по колориту, да, подобранные, чтобы показать просто, что я умею. В этом смысле, самый вот нулевый, что называется, без опыта дизайнер, давайте зададим ему вопрос, ты почему себя дизайнером-то считаешь, да, вот почему он говорит, что он дизайнер, ну, потому что у него есть какие-то, ну, представления, то есть он не просто кисточкой, да, вот в фотошопе, да, если он просто кисточкой в фотошопе, тогда надо его избавить от иллюзий, да, надо ему объяснить, что чтобы стать дизайнером, надо знать, как бы, вот опять же, с чем иначе, да, технологии производства, нужны знать какие-то технические представления. Я когда преподавал в полиграфическом институте, у меня были студенты, которые тоже радостно, так, знаете, виляя их постами, там, даешь какую-то работу, они приносят такую смешную картинку, я их ругал, говорю, это вы просто вот навозюкали, а где, как бы, цельность, где идеи, где композиция, где замысел, да, где, в конце концов, соответствие задачи клиента, ведь это то, что я тоже постоянно говорю на всех курсах по дизайну, что дизайн, это не художество, это надо понимать, да, дизайнер, это работник сферы обслуживания, человек, который для клиента делает то, что клиенту нужно, да, и в этом смысле, да, вот эти вот все почерпушки, такие бывают, опять же, ко мне на курсы приходят сюда, и в других местах, так там как советуется, приходит милый мальчик, я не буду все равно девочки, да, девочки получать, приходит милый мальчик, приносит альбом с картинками, да, на одной картинке нарисован там красивый чашечек, на другой там такой мишка прикольный, на другой он нарисовал там, не знаю, что, на Тюрморт, в уголке подписал там, yo, come on, браза, и говорит, смотрите, я дизайнер, вот что я ему должен сказать, что ты просто милый мальчик, который рисует картинки, какой дизайнер, о чем ты говоришь, вот, поэтому это я все, это мой пафос к тому, что, да, вот, даже самый начинающий дизайнер, он должен просто отдать себе отчет, он должен осознать, да, вот, свой потенциал, свои возможности, он должен просто для себя проговорить словами, вот сесть на бумажке и выписать, что я умею, отличная, между прочим, тема, да, отличная идея, вот просто сесть и выписать, и вот, собственно, то, что ты умеешь, вот это и надо демонстрировать в портфолио, вот, собственно, в чем фишка, да, вот, поэтому, значит, возвращаясь, так, моему, так сказать, перечню, да, получается, что, вот, первые два вопроса, они, скажем так, были технические, третий вопрос, это про креативность, да, то есть надо показывать свою креативность, свое умение, решать всякие интересные творческие задачи, правда, здесь возникает такое маленькое но, опять же, начинающему дизайнеру, бедному маленькому начинающему дизайнеру, многие идеи, которые он делает, кажутся очень креативными, хотя, на самом деле, понятно, что это не совсем так, понятно, что все мы с вами, как нормальные живые люди, изобретаем велосипеды иногда, да, и у меня тоже таких масс, которые, вот, опять же, те же студенты, или те же учащиеся, приносят какую-то штуку, говорят, ой, смотрите, я придумал, ну, надо, конечно, открыть правду, и сказать, что это до него придумали уже лет 50 назад, и что он, в общем, ничего нового не изобрел, но я всегда в этом смысле так тактично, я говорю, ой, молодец, как вы, правда, здорово, вот есть похожие вещи, обращая внимание, но это правда, да, что многие, вот эти вот, то, что нам кажется креативным, на самом деле, креативностью не является, да, и в этом смысле, конечно, сверять свои представления с тем, что существует в мире, с тем, что существует в профессиональной среде, опять же, Яндекс, Гугл в помощь, да, набираешь там, там, креативные логотипы, да, смотришь на эти креативные логотипы, и сравниваешь со своими, да, вот что креативнее, да, что круче, при этом, тут надо разделять, вообще, видите, это очень сложный вопрос, тут очень много нюансов, при этом надо разделять возможность, так сказать, учиться и смотреть на чужие работы, с возможностью критиковать, да, тоже типичная совершенно ситуация для начинающего дизайнера, сделал что-то, думаешь, блин, у меня классно получилось, посмотрю, и что делают в интернете, смотришь в интернете, там, набираешь там лучшие логотипы, да, смотришь, думаешь, ну, что мой-то лучше, да, это все какая-то фигня непонятная, вот чем они там все восхищаются, это нормальное, естественное желание человека повысить собственную самооценку, да, мы все, так сказать, дизайнеры, они, в общем, в душе художники, они люди уязвимые, да, и поэтому им приятно повышать собственную самооценку, и когда мы, ну, человек подсознательный, да, когда он говорит, да, ну, все фигня, он имеет в виду, что, а я-то крут, да, он имеет в виду, что, а я-то все хорошо делаю, я-то все понимаю, правильно делаю, и в этом смысле, одной из важных задач хорошего дизайнера, мне кажется, является умение вот этого, как бы абстрагироваться, да, от собственных достижений, и смотреть на свою работу со стороны, да, и здесь есть много приемов, которые используют и фотограф, и дизайнеры, в частности, и художники, например, очень простой такой прием, да, для объективной оценки своей работы, вы что-то нарисовали, положили в папочку, убрали на месяц, да, через месяц посмотрели, трезвым взглядом, думаете, боже, на каком я состоянии был, когда я это все делал, да, или это действительно круто, да, вот, то есть надо придумывать для себя способы, как к себе относиться более объективно, вот этот вот субъективизм, да, это, это, печальная история, вот у меня вот буквально недавно в группе была девочка, надо признаться, не маленькая девочка, с которой тоже было очень тяжело, да, потому что она там показывала мне свою работу, ну, и свою портфолио, которую она собирала и говорила, ну, вот посмотрите, представляете, вот это заказчик сказал, что это фигня, ну, вот, ну, вот что я ей буду говорить, ну, это действительно фигня, ну, как бы обижать человека, ну, как-то мне неловко, я не вижу свою миссию в том, чтобы людям открывать глаза, знаете, для этого есть там какие-то специальные, психотерапевты, кто угодно, моя задача подсказать, научить, куда, как двигаться вперед, и я осторожно говорю, что, ну, разное мнение существует, знаете, ну, то есть у каждого свой стиль, на каждого клиента, дескать, свой, да, свой дизайнер-располнитель, она говорит, нет, хорошо, ладно, а вот это, а это, это, представляете, он кретин, он мне вот это сказал переделать, и вот его, по его идиотским, значит, эскизам, у меня была хорошая идея, сделал вот эту фигню, я смотрю, ну, ну, нормальный, хороший дизайн, я понимаю, что он сказал, ну, понимаете, ну, то есть человек, который, ну, вот, не хочет, он отказывается признавать, он не видит себя, да, и это свойственно всем, мы все люди, мы все живые люди, и идеальных людей не существует, да, и если бы мы так, мы или оценили, мы все были бы тогда, да, и в этом смысле, я вот когда на занятиях, на курсах что-то обсуждаю, я всегда 20 раз не ленюсь подчеркнуть, что это мое личное, сугубо, вот личное мнение, я абсолютно не претендую на, да, на знание какой-то истины, потому что не существует этой истины, да, все абсолютно субъективно, и вот с моей, там, точки зрения, мне кажется, что вот там то-то, все-таки пятое-десятое, но дизайнер просто сам должен отдавать себе вот этот отчет, он должен понимать, что это его личная точка зрения, да, что это без претензий на истинность, и вот когда, это я, собственно, почему, когда смотришь на чужие работы, да, там классные, заведомо классные работы, вот там 50 лучших мировых логотипов, да, вы не критикуете, а вы попробуете понять, почему они классные, вот почему, да, вот миллионы людей сказали, что они классные, и вот это для вас будет самой классной школой, да, то же самое с сайтом, то есть понятно, что сейчас я говорю, там, там, логотипы, там, фирменный стиль, заменить это на слово, там, сайты или интерьеры, ничего не изменится, то же самое, да, вы пытаетесь понять, чем они хороши, вот почему их признали лучшими, да, почему вас не считают лучшими, да, конечно, легко говорить, это уже, что называется, притча в языце, да, что, например, там, логотип, там, московской, то есть, московская, это российская земля олимпиады, это все, там, фигня, это, там, глупости, содрали кучу, кучу, кучу бабла, да, и, в общем, в результате какая-то дрянь получилась, но подумайте, почему все-таки, да, не ваш, как бы, да, и не веселый снеговик, там, с красным носом, а вот именно вот это, вот хреновина, почему она стала, да, и какая была, вот попытайтесь просто представить, да, что было написано, вот в той пояснительной записке, да, которая его сопровождала, просто попытайтесь это сделать, и это сразу даст вам представление о том, да, вот, что такое дизайн, что такое хорошее дизайн, или нехорошее, опять же, я не говорю, что он прекрасный, мне он тоже не очень нравится, но я понимаю, почему его, то есть есть определенная система мотивации, да, есть определенная система ценностей, которая, как бы, в нем отражена, да, можно ее принимать или нет, но то, что она существует, это нельзя не признавать, и в этом смысле свои креативные работы, собственно, я к чему, да, надо оценивать тоже, да, с этой же стороны, то есть, это вот третий, да, аспект, третья сторона того, что можно показывать в портфолио, свои, как бы, креативные достижения. Четвертая сторона, и четвертый, так сказать, аспект, который можно и нужно показывать, это уровень своих притязаний, да, ну, то есть, скажем так, сфера своих интересов, да, и то, на что вы готовы, чем вы готовы заниматься, ради, так сказать, хорошего, хорошего денег, хорошего заработка, хорошего места. Вот, например, смотрите, вот мы сейчас только что с вами посмотрели вот эту смешную, да, подборку этих картиночек, и глядя на нее, понятно, что человек понимает, как делаются интерфейсы, ну, так, по ходу дела просто, да, что такое креативный постер, имиджевый, заметьте, не просто оформление мест продаж, где-то он пишет, скоро у нас, там вот это все, а именно имиджевый, это же имиджевый, то, да, вот с этими норочками-то было, да, что такое имиджевый постер, да, что такое вообще логотип, да, и так далее, то есть мы понимаем, что человек готов заниматься этим, 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 и вот этим, да, давайте посмотрим еще какую-нибудь работу, вот, например, замечательная работа, вот человек сделал, это уже такая более серьезная работа, вот я прям полный экран вам покажу ее, ремикс, задача, пожалуйста, это, заметьте, тоже из портфолио, да, написано, переделать, да, там, д-д-д-д-д, введенном доме, требования к знаку, то есть нормально, как бы он ставит, здесь описывает ту задачу, которая нужна, да, собственно, что нужно было сделать, он начинает здесь расписывать, да, про то, что он из себя представляет, почему так, не иначе, он рассказывает про то, что отрисовали, он, как остроумно делает, он говорит, как они переделали то, что было, причем, видите, он показывает, в чем, собственно, работа, видите, вот на это он все время обращает внимание, это абсолютно правильный подход, это тот же самый группой дизайнеров, которые делали предыдущую, ту смешную работу, то есть это люди не просто только смешные вещи, они делают, а он, они показывают, да, как, над чем они работают, и понятно, что вот этому человеку можно доверять, потому что он понимает, что такое фирменный стиль, он понимает, что такое ребрендинг, да, он понимает, что такое разные уровни фирменного стиля, он ненавязчиво объясняет, что он знаком с полиграфическими технологиями, да, причем хорошо знаком, показывая вот это все, он ненавязчиво, демонстрирует уровень владения естественными программами, да, ну, понятно, что здесь это все сделано очень хорошо, и он понимает, что такое вообще корпоративный фирменный стиль, и сколько всего тут можно понаделать, да, и вот там и это, и все, и пятый, и десятый, и верстка, да, и макеты, и бренд-бук, как вы видите, да, и, собственно, вот он как раз, и имиджевый плакат, человек наглядно продемонстрировал весь спектр своих возможностей, он говорит, ребят, спокойно, я вам сделаю все, да, вот это тоже надо демонстрировать, то есть, глядя на свое портфолио, внимательно нужно отсматривать вот как бы разные аспекты своей собственной реализации, это тоже является, конечно, очень таким значимым, да, для того, как вы на рынке будете позиционировать, или вот еще, да, один и тот же макет с того же ресурса, то же самое, смотрите, как хорошо наглядно, мне кажется, очень продемонстрировано, да, что человек понимает, как бы сетет фишку, да, вот с нуля разработан логотип, да, вот как оно, собственно, было сделано, да, заметьте, обратите внимание вот на это слово фавыкон, да, те, кто занимается веб-дизайном, кстати сказать, должны знать, о чем идет речь, что это такое, да, это, собственно, та иконка, которая появляется, когда вы добавляете этот сайт в избранное, да, знаете, у вас в избранном там не просто надпись, а там в начале иконка, это вот она, соответственно, а как же это не показать-то, это человек, это понятно, что он гранатный технический специалист, да, вот он красиво, обратите внимание, очень изящно показывает, да, вот как это все разрабатывалось, какие элементы, почему он использовал, да, заметьте, что подача еще очень красивая, да, очень сама по себе хорошая, такая убедительная, ясная, он, собственно, все тут, да, расписано, очень убедительное, там, про то, про все, про пятое, про десятое, про луково, про ручки, там, про сувенир, про майки, про все расписано, понятно, что человеку можно доверять, да, ну, Понятно, что он все знает, отлично умеет с этим справляться. Вот сколько, понимаете, задач разных аспектов мы с вами можем решать с помощью такой простой вещи, как портфолио. И это все обязательно нужно делать. Значит, то есть это мы с вами нашли четыре направления, которые, собственно, можно показывать. Но, помимо прочего, собственно, в тех картинках, которые я вам сейчас показывал, большое значение имеет еще и подача. Потому что еще одну вещь вам необходимо продемонстрировать в портфолио – это уважение к клиенту. То есть, ну, как бы вашу заинтересованность в клиенте. И у меня был очень смешной такой в юности опыт, но я еще был юный, такой дизайнер неопытный. И у меня был один, ну, так сказать, менеджер, работодатель, который мне говорил, «Слушай, ты когда будешь сейчас…» Ну, то есть он мне, находил мне заказы, я рисовал там логотипы, а он уже связывал, он свой процент, в общем, имел на этом. И он мне, значит, говорил, «Слушай, ты, говорит, когда будешь рисовать, ну, для клиентов, ты, говорит, ты бери бумажку такую поплоше, тоненькую, паршивую, можно какую-нибудь подчерканную, замызванную, спускать, с прилепками жира, говорит, ну, ничего, нормально, так карандашиком небрежно рисуй». Мой наивный вопрос был, говорю, «А зачем? Почему так?» Он говорит, ну, ты понимаешь, он должен, клиент, он должен понимать, что ты крутой дизайнер, да, и что у тебя есть масса заказов помимо него, и что тебе некогда, и что ты для него делаешь большое одолжение. Мне тогда уже возникло подозрение, что это не очень правильная концепция, да, то есть она такая смешная, забавная, но она неправильная. И в этом смысле понятно, что любому клиенту, вы себя представьте на месте клиента, да, вам приятно, чтобы вам дизайнер сказал, здравствуйте, я для вас подготовил смотреть папу, чтобы вам было понятно, чтобы клиенту было понятно, что вы ему, собственно, показываете, ради чего показываете, да, и в смысле, ну, как бы, ну, уважить человека, да, нужно минимально, нужно, конечно. И, главное, и, так, сейчас, сейчас мы всех микрофончики выключим. Вот, и, понятно, это тоже нужно показывать об оформлении, поэтому то, что я вам сейчас показывал, да, это как раз пример того, как можно хорошо и аккуратно людям показать, что вы, собственно, себя представляете, да. И в этом смысле, когда со мной это тоже случалось, я приходил на работу и мне говорили, ну, показывайте ваше резюме, я доставал такую, значит, замусульную папочку и говорил, ну, здесь у меня вот вложено вот это, сейчас вот здесь, ну, это я не успел вложить, ну, кому это, кому это нужно, кому это, да, будет приятно. Соответственно, нужно позаботиться об этой папочке элементарно, да, тем более сейчас, по нынешним временам, когда можно сделать фотокниги, а, да нет, электронный – это электронный, бумажный – это бумажный, это одно другому совершенно не противоречит, это дополняет бумажный резюме, да, бумажный портфолио – это важно, потому что люди любят держать в руках, смотреть на экране, да, вы с ними встречаетесь в кабинете, они часто любят задавать вопросы, глядя, тыкая пальчиком, это, знаете, такая игра своего рода, да, это как бы такая вот психологическая игра, когда у человека говорится, нет проблем, я тебя ничего не скрываю, да, все эти электронные носители, ну, они хороши, может быть, для тех, кто занимается исключительно веб-дизайне, ну, понятно, да, веб-дизайн надо смотреть на экране, да и то, собственно, а почему бы не распечатать, да, и главное, можно распечатать, ведь в чем прелесть распечатки, в том, что можно внизу прямо написать, да, это было разработано для тех, кто туда-то, тогда-то, а не просто страницу сайта, да, ну, вот, поэтому это полезная вещь, так вот, вопрос в подаче, да, в том, чтобы это было красиво, а промышлопалка, это логичная, а? А это мы сейчас поговорим, вы имеете в виду электронный или бумажный? Бумажный, папка формата А4 более чем достаточно, да, для большинства работ, вот, другое дело, что часто в портфолио, и это правильно, безусловно, нужно еще показывать плоды уже готовые, да, с труда, то есть то, что вы уже, чего вы уже добились к этому моменту, и в этом смысле там часто бывают какие-то готовые, знаете, коробки, там, распечатки, ну, то есть уже готовые, там, оттиски, там, из чего-то, какие-то печатные формы, да, всякие интересные штуки, и их, в принципе, бывает, что делают специально отдельную, большую, там, папочку, да, просто, чтобы их продемонстрировать. Вот, у меня был такой период, когда у меня, действительно, набралось уже довольно большое портфолио, причем портфолио, где были какие-то реализованные проекты, как раз этикетки, упаковочные коробки, там, разные какие-то сложные, достаточные конструкции, я приходил к работодателям с большой обувной коробкой, в которой у меня все это лежало. Это было не очень круто, это я потом не сразу понял, но я, между прочим, потом сделал остроумное решение, и эту обувную коробку все обклеил всякими красивыми картинками про себя, да, что, как бы, там, йоу, там, доставка, там, портфолио Красновского, не трогать, да, там, штампики, там, срочная, мол, ну, то есть, это была реально потом классная коробочка, ее приятно было доставать, я говорю, ух ты, да, что это такое, я говорю, а это мое портфолио, сейчас буду вам показывать ленточку, так, хоп, еще ленточку, я так развязывал, да, сейчас посмотрим, что там интересного в этой коробочке. И серьезные дяди, знаете, такие в пиджарах, я говорю, ой, правда, давайте посмотрим. И понятно, что это совершенно другое отношение, да, чем когда просто это валяешь, говоришь, ух, я много чем занимался, посмотрите сами. Отношения, да, разные отношения, в этом смысле нужно его обязательно показывать. И вот, что, чем еще я хотел бы, так сказать, завершить, да, и что здесь тоже, естественно, очень важно, еще имеет большое значение, конечно, резюме, да, потому что резюме, это вот та бумажка нудная, да, которую все заполняют в соответствии со всякими правилами, да, где написан там ваш опыт работы и прочее, прочее, но это та вещь, которая сопровождает, естественно, ваше портфолио, и которая тоже может и должна быть частью вашего демонстрации ваших возможностей, да. И хорошее креативное резюме, да, для дизайнера, это, мне кажется, тоже очень важная вещь, да. Есть примеры отличных совершенно в интернете, их много, примеров отличных, креативных, очень творчески сделанных резюме, по которым сразу понятно, кто что из себя представляет. Вот, например, одна из работ, которая мне очень нравится, да. Ну, вот такой вот на листе А4 распечатаешь, ну, понятно, что это человек, опять же, ориентируется, да, в тематике. Понятно, что графический дизайнер, который вполне себе, да, красиво умеет подавать информацию. Веб-дизайнеры, да, может показаться, что как ему, собственно, себя, а не сайт же делать. По-моему, это вот одно из самых гениальных решений для веб-дизайнера. Да, ну, для специалиста, да, по вебу, да, вообще по интернету. Ну, круто же, ну, ну, вот смотришь, ты понимаешь, что человек, ну, вот как бы в теме, да, вот даже не разбираясь, даже будучи совершенно от этого далеким. Понятно, что человек ориентирован, да, и он умеет, он владеет, да, знает, что такое хэш, эти самые теги, да, умеет всем этим пользоваться, умеет красиво сделать. Классная, отличная работа, да, все, вот просто распечатка вот этой вот бумажки, да, прекрасная вещь. Вот замечательная работа, которая имеется в виду, что это прямо готовая страница сайта. Вот он в натуральную величину, да, имеется в виду, что вот просто по ссылочке человек заходит на сайт, или ее можно и распечатать также в виде рулончика. И вот это, знаете, вот эти вот, сейчас модная очень тема, эти посадочные страницы, да, которые в интернете делают, вот она, собственно, уже просто готова, и можно прямо все вот так вот прокручивать, смотреть. Ну, понятно, что это графический дизайнер, да, понятно, что он об этом подумал, он поработал со шрифтами, да, создал вот такую вот замечательную вещь. Вот. Надо ли объяснять этому дизайнеру, что он понимает, что такое коробка, упаковка, да, и что он, как бы, хороший графический дизайнер. Отличные сам все идеи, да, коробочка, которую можно реально сделать, вырезать, да, и будет портфолио с, да, со всем, что положено. То есть это я просто опять же к тому, что вот эта вот простая вещь, да, казалось бы, которую мы все с вами заполняем на разных сайтах, она тоже является образцом вашей работы. Это тоже можно использовать, да, для того, чтобы повысить интерес, повысить, да, качество внимания к вашему работе. То есть вот сколько разных подходов существует к тому, чтобы это все реализовать. И теперь по поводу форм, в которых это можно реализовывать. То есть, значит, действительно существует отдельно бумажная форма. Ее все работодатели, все сайты рекомендуют хранить, не игнорировать, да. То есть есть такая форма, она удобна, она действительно неудобна людям в руках подержать. Понятно, что когда вы отсылаете резюме по, или там, свою работу по интернету, даете ссылочку на сайт, это одна история, да, но когда вы к ним приходите собеседовать, да, и у вас в руках эта же папочка, и они говорят, а вот у вас там была работа, которая на сайте, вы говорите, сейчас, ну, я вам дайте вот ее посмотрим. Это всегда приятно, да, это всегда удобно, когда есть вот как бы твердая копия, да, которую можно полистать, подержать. Потому что ни один работодатель не отказывает в удовольствии, если ему сказать, что, вы знаете, я вот вам распечатал то, что вы видели на сайте, хотите посмотреть, да, они говорят, да, конечно, и начинают листать. Все равно листают, это полезно, да. Естественно, имеет значение качество распечатки, но это, само собой, уже все должно быть прилично, так сказать, а форма там с подписями как-то. В электронном виде существует две формы. Это, собственно, то, что выкладывается на сайты, да, в виде некоторых интерактивов. Ну, то есть, то, почему можно кликать, то, что ради чего создаются персональные страницы, да, и много подобных вещей. И это существует, собственно, форма PDF, да, которую мы с вами тоже можем делать как в виде электронной книги, и ее же распечатать, да, ну, то есть, какого просто обычного документа. И то, и то можно делать, главное, что одно другому, опять же, не противоречит. Людям, которые у вас собираются принять на работу, можно выслать ссылочку на, там, то есть, выслать PDF-ку, в которой будет, например, ссылка на ваш сайт, да, там, где написано. А если сайт не действует, вообще, ответственно, чисто для себя. Ну, в смысле, как это для себя? Не, ну, вот вы сделал как-то сайт, да? Визитку свою. Да, ну, и вы не выслали на общее обозрение. Как через это? Ну, то есть, ну, скрытый, я понимаю, да. Как ему отправить? Так, а зачем его тогда делать? Если... Через хостом, да, ты его не, да, чисто для себя, он себе это сделал, но через хостом не отправил. Так. Он может это смотреть, если ты его отправишь? Ссылки, ну, что-то для тебя дома. Ссылки, ну, можно, но... Ну, уже нету, да, всех этих картинок. Нет, ну, а что он продемонстрирует, это, собственно... Нет, 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 мы говорим о сайтах публичных. Уже публичных. Публичных. Те, которые выложены совершенно открыто, официально, да, причем, если нету, ну, если жалко, скажем так, сформулировать... Жалко, то есть сомневаешься, 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 его вообще сомневается или как-то... Нет, ну, если сомневаешься, тогда его показывать не надо. Надо показывать то, что хорошо, то, что очевидно имеет смысл показывать. Тут тоже это все, конечно, так и достаточно очевидно. Вот, но это я просто к тому, что есть же, как вы, наверное, знаете, всякие бесплатные сервисы профессиональные, да, для выкладывания резюме, там их много всяких для создания своих портфолио, ну, куда можно прямо их все накидывать. Этого добра очень много в интернете, это не проблема, этим тоже можно пользоваться. И вот последнее, о чем я хотел бы еще, так сказать, сказать, и на чем заострить внимание, это на том, что от вас требуется пояснительная информация, да, тоже такая типичная проблема с начинающих дизайнеров. Выложил картинки, да, красивые картинки, хорошие картинки, и, ну, так молча в папочке их как-то дают, говорят, ну, вот мой портфолио, человек листает, ну, картинки так все мило улыбаются обычно работодателю, да, потому что они же не понимают, что им, ну, какие-то картинки, а, бог вы, хорошие, они плохие, что там, непонятно. Надо уметь писать тексты, да, вот на курсе дизайн-рекламы у меня есть даже специальное занятие, которое посвящено тексту. Но там, правда, мы не разбираем, как буквально писать, так сказать, текст на свой режиме, да, но то, что дизайнер должен быть не только рисующим человеком, но он должен уметь словами что-то формулировать, да, и грамотно при этом желательно, да, это однозначно совершенно, да, он должен ясно объяснять, ну, в тех работах, которые я вам сейчас показывал, да, он должен ясно объяснять, чем они хороши, да, и когда показываешь логотипы, даже не в смысле портфолио, а даже просто вот конкретному заказчику, да, вам заказали логотипы, я все время про это говорю всем своим ученикам, отправляете четыре варианта картинок, да, под каждым из вариантов вы пишете, да, кратко, чем он хорош, потому что непрофессионал не понимает, он видит зеленый квадратик и желтый кружочек, что он должен по этому поводу думать, да, он должен говорить, вах, какая концепция, да, какое тонкое проникновение в психологию моего бизнеса, да, а если вы напишите, что зеленый квадратик символизирует близость к природе, желтый кружок, это потому что мы как бы позитивно воспринимаем окружающий мир, он это поймет, он это увидит, он сам это увидит, потом будет всем говорить, ты посмотри, у меня в логотипе отражено, что, да, эй, дурак, не понимаешь, а мы-то знаем, да, вот, вот что будет происходить, понимаете, это надо словами все объяснять, и в этом смысле значимость своих работ тоже надо объяснять обязательно, да, вы приводите в качестве примера, там, какую-то простейшую картинку, вы говорите, вы обратите внимание, вот здесь используем очень сложные технологии, да, там, выборочного лака, или здесь вы пишете, что была разработана специальная, там, техника для того-то, или на эту работу потратили, там, 98 часов при нормативе, 25, да, и сделано в 45 раз больше, то есть цифры, факты и вот, и ваши, собственно, вот эти слова, да, которые будут объяснять, чем вы хороши, да, чем вы лучше, чем вы все остальные, вот, собственно, и все, вот такая вот история, и вот это, собственно, все и должно быть в ваших замечательных резюме. Вот, последнее, может быть, что могу добавить, что не стоит обманывать, ну, в смысле, не стоит жульничать, не стоит выдавать чужие работы за свои, это же тоже часто кажется, что этого, ну, как бы никто не знает, на всем, на самом деле, а вдруг узнает, да, вдруг это вот как бы вот есть какие-то, знаете, там, по интернету бронят какие-то штуки. Я недавно, я просто не хочу на этот сайт заходить, да, но, недавно буквально зашел на сайт к одной девушке, она дизайнер, ну, там, ну, с ошибками написано, ладно, это неприятно, но бокс, она пишет, что я там креативный дизайнер, я там вам то-то-сё-то, пятое разрабатываю, ну, я смотрю, у средненький такой, ну, так себе дизайнчик какой-то, и у нее в числе прочего лежит, прямо на первой странице это видно, знаете, такая есть программа СМАК, где-то, ну, слово СМАК, так написано, чехарактерно, кистью, да, и я просто, я вижу этот логотип, да, вот прямо вот его, как родной практически узнаю, и на него два раза нажимаешь, чтобы посмотреть, а у нее, я специально не поленился, сравнил его с оригинальным логотипом, там взят вот этот же СМАК, и там под эту вот надпись, там чуть-чуть где-то сглажена немножко форма, да, и под нее подложена желтая какая-то, ну, такая клякца, тоже типа обложечка, ни подписей, ни чего это такое, если бы она написала, да, что это как бы взятое за основу оригинальный логотип там для местного регионального отделения, да ради бога, да, ну, я бы сказал, я бы оценил, сказал, ну, да, как бы, да, вот работа на, так сказать, переоправление в силе, но она это выложила в том смысле, так молча, да, так бы многозначительно, она, ну, как бы, ну, смотрите сами, я, да, ну, что это значит? Это значит, что она меня просто дурит, да, что она просто выдает чужую работу за свою, так я это понимаю, и не хочет в этом, главное, признаваться противно, вот, и это нехорошо, да, то есть в этом смысле надо очень, вот, опять же, чтобы не было двусмысленности, чтобы вас правильно понимали, можно взять, я не знаю, логотип компании Coca-Cola, вот у меня на курсе по дизайну рекламы мы делаем такие задачи, да, или там вот у меня второй есть уровень, может быть, вы знаете, дизайну рекламы, полиграфии, курс называется для дизайнеров в таком полиграфическом направлении, делаем такие работы, я им предлагаю, я говорю, давайте возьмем логотип известной компании, представьте себе, что компания Coca-Cola стала выпускать, я не знаю, там, сталь-литейное оборудование, да, вот как вы сделаете ребрендинг вот этого, да, вот ее Coca-Cola, чтобы было понятно, что это вот, что... Да, что это они же, чтобы они сохраняли узнаваемость, но что они занимаются теперь другими вещами, или там первый канал телевизионный, если они начнут выпускать памперсы, да, вот как это будет выглядеть, да, вот чтобы вот эта вот острая, да, такая штука, но чтобы было понятно, что это что-то детское, такие классные варианты придумают, да, вот это можно делать, вы просто не надо это скрывать, вы пишете так же, как вот я вам показывал вначале, что это ваша креативная работа, да, про то, как вот я... Мне это интересно, я могу, да, я не боюсь подобного рода задач, и я вообще островный человек. Вот это все, собственно. То есть вот такого рода задачи можно на себя брать, можно решать, и это будет в самом лучшем портфолио. Вот, собственно, что я хотел рассказать по этому поводу. Если какие-то вопросы остались, да, можно их, собственно, задавать. Ну, вот все, что мне оказалось важным, да, сообщить в рамках этого нашего заседания, я вам сообщил. На здоровье! Как-то поставлены новые цели. Я рад, конечно, так и нужно, да. Оксана спрашивает, многие делают портфолио именно на черном фоне, в этом есть какой-то особый смысл или неважно. Вы имеете в виду, Оксан, работы вот в интернете оформленные, да, напечатанные на... Или просто на черных плашках. Вы знаете, идея-то, я думаю, здесь достаточно проста. На черном фоне все смотрится, как называется, богаче, так вот торжественнее, да. Ну, то есть белый фон, он, в принципе, легкий, он достаточно активный, и на нем труднее выделиться, если говорить так объективнее. То есть на черном фоне сделать что-то более яркое действительно легче. И я не думаю, что это есть какой-то специальный тренд, но я думаю, что те дизайнеры, которые ищут, смотрят, да, по Яндексу, там, по поисковому системе, как выглядят чужие портфолио, они часто замечают, да, что он действительно на черном фоне, все это смотрится, ну, ядренее и выигрышнее. Им кажется, что это отличная идея. Но мне-то кажется, да, и вот, собственно, в тех примерах, да, которые я вам сейчас показывал, это совершенно не так, да, здесь же как раз, буду обратить внимание, да, здесь все совершенно на нормальном нейтральном фоне, потому что работа сами за себя все говорят, да, ну, здесь просто он весь фирменный, да, тот корпоративный фон, да, который существует. Ну, вот, безусловно, я видел много работ такого типа, да, вот, собственно, на черном фоне, но такой тренд существует, короче говоря, то есть этим можно пользоваться, я не думаю, что это добавляет какой-то специальной выигрышности, хотя, конечно, зрелищности это добавляет. Мне кажется, главное, чтобы все было, так сказать, в тему и оправданно, и логично. Еще одна вещь, просто я просматриваю материалы, которые у меня к этому нашему заседанию есть. У меня есть вот еще одна темка, которая может быть интересна, и этот тренд, который появляется в последнее время, это создание еще и видео-варианта портфолио. Вот это круто, на YouTube выложить, например, видеоролик, да, в котором вы, как автор, демонстрируете свои работы, да, и там со скриншотами, да, и с какими-то там картинками. Ну, это такой тренд, я могу только приветствовать и рекомендовать на это обратить внимание. Это сложно, безусловно, да, но это зато очень зрелищно. Вот у меня есть маленький ролик от одной компании, который называется «Чипса». И это как раз та фирма, в которой работает тот дизайнер, которого я, собственно, работаю и показывал. У них вообще хорошо очень с креативом. Просто посмотрите, маленький ролик. Здравствуйте, мы студия дизайна «Чипса», а вы владелец бизнеса. Наша цель – помочь вам увеличить продажи. Как мы ее достигнем? Прежде всего, мы соберем нужную информацию о вашей компании, ее бизнес-целях. Вот смотрите, это вот для нас, да, это уже показывает, что люди владеют, согласен, технологиями. Они понимают, что такое фирменный стиль, они знают свое дело. Неважно, что они там говорят. Вот даже просто чистый визуальный ряд покажет, что люди в тиму, да. Люди профессионалы. Тем более, что здесь еще просто остроумная, как бы, да, вот такая убедительная подача для… То же самое можно сделать и для себя, да. Можно сделать для себя. Здравствуйте, я дизайнер. Я вам покажу тут, да, вот это вот начинается все. Я умею это. Посмотрите вот еще. Знаете, как красиво, классные ролики, я думаю, многие помнят. Когда там вот эти вот воздухи там… Ну, это уже сложный вопрос, так сказать, технологии видеомонтажа. Но даже без этого, да, просто такой видеоролик сделать отсылочкой. Давайте познакомимся. Вот хорошо, хорошо. Ну, то есть это я просто к тому, что можно это все развивать до бесконечности, да, мало не покажется, никогда не будет. Ну вот. Такая вот история. Нет, ну, всего он, конечно, не знает. И абсолютно я согласен с тем тезисом, что специалист, который закончил институт, это еще не практика. Это только… Нет, ну, это очевидно совершенно, это понятно. И уровень осмысления проблематики совершенно другой, да. Нет, ну, это ясно, что человек, который только закончил институт, даже талантливый, все равно его там даже логотипы и сайты, они не так хороши, как человек, который в этой области 20 лет проработал, потому что он же просто на автомате там какие-то решения делает. Нет, ну, это же не значит, что надо первые 20 лет молчать, да. Надо показывать, что вы к этому моменту поняли, да. Надо… Вот еще раз повторю, тут вот ключевой момент – это вот выписать то, что вы реально вот можете и именно стремиться всячески именно это показать. Не действовать по шаблону, не просто красивые картинки, да, а чем эти картинки лучше всех остальных. Вот надо вот как бы на этом акцентировать внимание. И я вам даже более того скажу, если вы сделаете в своем портфолио, ну, например, у вас там наберется 50 страниц, если там 50 работ, к примеру, да, понятно, что в дальнейшем, в течение, так сказать, профессиональной жизни, в процессе развития работы туда какие-то новые, естественно, будут добавляться. Но правильным ходом в этой ситуации, мне кажется, будет не добавлять новые работы, а старые вынимать, а новые добавлять. И вот это вот правильный абсолютно подход. Да, в этом смысле вот у меня портфолио вот такой толщины, вот я его как сделал там 20 лет назад, а у меня такой же толщины и остается. Потому что я смотрю там раз, ну, я сейчас мало занимаюсь таким, то есть я продолжаю заниматься, естественно, разработкой стиля, там, календарей и всего на свете, да. Но иногда бывают удачные работы у меня, естественно, которыми доволен. Я тогда открываю свое портфолио, да, и туда вкладываю, я смотрю, что у меня там. Я там три года, допустим, заглядывал, думаю, господи, как я мог три года назад это считать хорошим. Это же такой средний никакой дизайн. Я эту работу вынимаю, вместо нее я туда. И в этом смысле он сохраняет свой объем, повышая качество. Но все равно эти 50 страниц, их надо сделать сразу, да, чтобы было что повышать. Это для вас будет полезно, да. Вы будете смотреть, вот, да, как бы свой уровень, вы будете ощущать свой рост, и это вам даст... Ну, я... Разное, да, направление. Я-то, да, потому что я считаю, что мой козырь, именно вот лично мой козырь, именно то, что я занимаюсь очень разными вещами. Да, потому что я и занимаюсь фотографией, я занимаюсь и видеосъемкой, я занимаюсь, собственно, дизайном, причем я занимаюсь дизайном в очень широком спектре, да, и дизайном рекламным, да, и, собственно, сугубо полиграфическим, связанным там с журнально-книжной версткой, да, и с, там, какими-то сложными технологиями полиграфическими, да, то есть все это я стараюсь в нем отравить. Есть вещи, которыми я не очень люблю заниматься, я их не трогаю, например, там, интерьерный дизайн, у меня, ну, там, был несколько работ, в общем, вполне успешных, но я его просто не очень люблю, поэтому я в портфолио это вообще не кладу, да. Если заказчик спросит, скажу, что да, могу, но так вот сам не хочу. То есть в этом смысле, да, все, что вы сами хотите, о себе сказать, это там, конечно, должно быть. Оксана спрашивает, какое минимальное количество работ необходимо. Вы знаете, Оксан, ну, понятно, что здесь такой феномен чисто психологический, да, то есть понятно, что если в резюме пять работ, то это не очень крутой резюме, да, в смысле в портфолио. Ему не очень интересно смотреть, она не производит впечатления, хотя работа о работе рознь, да, если вот то, что я приводил в начале, если сделана невероятно сложная работа, там, в векторной графике, то можно и пять работ выложить. Представляете, одна работа, там, в иллюстраторе, сделана такая суперработа, одна в фотошопе, одна, там, не знаю, плакат огромного размера, там, сверстанный, да, какой-нибудь, там, в индизайне, но они должны быть тогда очень масштабными. То есть я бы сказал так, что здесь дело не в количестве работ, а в количестве информации, которую человек получает у вас, как, да, да, то есть должно быть вот как бы ясное вот представление у вас. И в этом смысле я бы затруднился сказать, что сколько их действительно должно быть минимум. Но если говорить о таком среднем, да, каком-то, ну, бумажной, печатной работы, то папка, вот, ну, реальный, да, бумажный резюме, в котором меньше, там, ну, 20-25 страниц, мне кажется, смотрится очень хило, очень неубедительно, да, то есть их должно быть достаточно много. Но заметьте, что, вот, что значит работа, да, если мы делаем большой фирменный стиль, и если мы приносим, например, его распечатанным на пяти страницах, да, ну, как фрагменты из бренд-бук, например, там, разработка шрифтовая, одна страница, причем там же вариантов-то куча, цветной логотип, черно-белый, там, выворотка, да, там, фирменные цвета, да, фирменные шрифты, там, модульная сетка фирменная, да, примеры, собственно, верстки, примеры, там, корпоративного стиля и так далее, вот уже одну работу можно, да, растянуть там на довольно большое количество страниц. И, понимаете, в этом смысле, опять же, тут речь идет не о количестве работы, а о количестве информации, да, то есть такая одна работа даст довольно большое представление. То есть, например, пять таких хорошо сделанных, развернутых работ по фирменному стилю, безусловно, для дизайнера по фирменному стилю будет достаточно ясным представлением. Ну вот. Ну, я вот ориентируюсь, да, вот для себя, у меня какой-то критерий такой есть, что работа должна быть где-то, ну, порядка, там, 50-60. Это вот, ну, это то количество, которое, как мне кажется, человек вот может посмотреть, так вот, ну, полистать, пролистать, да. То есть, заметьте, вот именно, ну, страниц, так скажем, то есть я стараюсь их минимизировать. То есть, грубо говоря, одна страница – это одна работа, пусть и достаточно большая, да. Потому что больше люди уже не листают. То есть, дальше они, знаете, как, вот я просто это наблюдал. Конечно, я много раз это наблюдал, когда я приносил, у меня были такие портфолио, знаете, так вот, ну, в рук толщиной, с огромным количеством, тяжелый по 2 килограмм веса. Ну, понятно, что человек начинает так листать, тебя с интересом спрашивают, а потом к концу он уже, знаете, так, все странички так вот листают, брык-брык-брык-брык. Ну, невозможно, ну, понятно, что ты крут, ну, все понятно, что ты очень крут, что ты молодец, что много всего понаделал. Поэтому вот какое-то разумное количество где-то там, ну, то есть, можно так сформулировать, в общем, получается, от там 25 до 60, на мой личный взгляд, это достаточное количество страниц и рамбов. Приблизи. Вот. Ну, так что вперед, давайте уже, создавайте, мир ждет ваших чудес. Да и я рад, создавайте. Потому что я немножко другого сторони, я вообще никогда не артификсировала свои работы, я думаю, что уже человек это... Они должны сами за себя говорить. Нет, я думаю, что он уже понимает, что ты когда-то отправляешь свою работу, если фирма занимается этим, она понимает, что она работает. Нет, понимаете, если вы отправляете свое резюме, например, вы собираетесь... Они, как правило, говорят, от практики на почту. Ну, хорошо, на почту. Если вы собираетесь устраиваться в студию, там, Артемия Лебедева, ну, например. Ну, к примеру, говорю, ну, хорошо, просто в дизайн-студию... Не будем, я к нему не очень. Ну, в общем, короче, в дизайн-студию, да, мы хотим отправить. Понятно, что там не нужно расписывать долго, потому что вы туда присылаете свой креатив. В дизайн-студии-то они не нужны, прежде всего, креатив, в первую очередь. Да, и вы показываете, какой вы классный, креативный человек. И вот, собственно, вот те работы, опять же, которые сейчас я вам показывал, да, а там же есть и креатив, но там же есть и техническое, все равно без этого никак. И понятно, что там можно не писать, и люди поймут, что вот это имел в виду выборочный лаг, да, и люди поймут, что вот это все имел в виду. Но, понимаете, как только человек, два, вот представьте себе ситуацию, да, они сидят в своем дизайнерском агентстве, сидят, смотрят на экран, на ваши чудесные, бессловные работы, да, бессловесные, да, просто одни картинки. И один говорит, слушай, а вот здесь, наверное, она хотела показать, что она хорошо умеет делать, там, понимает технологию. Он говорит, да не, ладно. Она чисто прислала показать, как она классно нарисовала логотип. И тогда первым спрашивает, говорит, а что она словами-то не могла написать? Вот, понимаете, вот это. Это такая простая вещь. А если бы внизу написали, да, что разработка фирменного стиля с учетом пожелания заказчика о выборочном лаге. Все сразу понятно, да. Главное, опять же, это проявление и уважения, да, и, так сказать, это интереснее смотреть. Это чисто, ну, как бы просто комфортнее воспринимание. Так что тут не надо лениться. 50-х у этих работ, конечно, такого нет, у нас нет, даже рядом. Да ну что? Так, а ну, я рассказал сам вначале, откуда они берутся. Вот сейчас пока до метро дойдете, 50 вывесок берете, прямо водкаете на мобилку, делаете для каждой по логотипу и по фирменному стилю. А что такого-то? Что такого, в конце концов, я не понимаю. И все. Причем 25 из них просто делаете, да, а для 25 из них представьте, что они перепрофилировались, что это не шиномонтаж, а что они мороженым теперь торгуют. Делаете для них ребрендер такой радикальный, да, и все. То есть все это не так страшно, просто нужно вот как бы включиться этим. Этим надо просто заняться, да. Поэтому сидеть и думать, как бы это лучше сделать, не стоит. Все хорошо, все спокойно, все нормально. На здоровье. Ну что, все, вопросы кончились. Ну тогда мы на этом с вами можем завершить наше заседание. Ну вот, видно. Когда ты просто на здоровье делаешь, ну что ты, ну, например, ты решил там водить, ну какому человеку вообще порвать брать, что-то заказчику. Речь идет именно о логотипах. Вы имеете в виду формат подачи, распечатки? Нет, распечатки, ну, а 4. Да, да. А вот администратор, я думаю, ты начинаешь работать. Ну ты просто хочешь. Понятно, что ты логотип можешь уменьшить, увеличить там, да? А вот с какого лучше вообще начинаешь? Вы знаете, я обычно исхожу из того, что логотип должен легко, во-первых, читаться. Должен читаться вот как бы графическая идея, да. Если иногда такое делают, я это встречал на большом листе, он в середине такой маленький, да, расположен. Есть такая фишка. Ну, как бы имеется в виду замысел дизайнерский, что вы оцениваете вот его как бы в отрыве, да, вот от всего. То есть он как бы в чистом виде, мол, дескать, ну, знаете, как дорогое вино. Давайте забудьте обо всем. Вот да, вот любуйтесь вот на эту маленькую. Смотрите, какая вот отточенность, да, линии в целом. Мне кажется, это не очень правильно, потому что заказчику нужно показывать именно вот качество этих линий, да, потому что вот я, опять же, на курсах рассказываю, что качество линий, там, насколько она там рваная, нерваная, вот именно композиционные решения, оно должно быть ясно. С одной стороны. С другой стороны, как это тоже иногда делают, прямо так, знаете, там пять вариантов в ряд, там боку-боку, расставлять плохо, конечно, да, потому что человек должен иметь свободное некоторое поле для восприятия, да, он должен воспринимать его в отрыве. Поэтому вот я обычно делаю так, что по размеру, ну, я для себя вот его оцениваю, как, например, ну, там, ну, три пальца, вот как бы на экране по размеру, да, вот это нормальный размер, который позволяет его хорошо увидеть. И то же самое на бумаге. То есть, ну, сантиметр там пять, пять на пять, грубо говоря, это тот размер, в котором он писается. Понятно, что если он длинненький, там, линейный, ну, значит, я его делаю пошире. То есть, в общем, чтобы его можно было хорошо рассмотреть с одной стороны, но с другой стороны без тесноты, да, и, соответственно, вот если на одном листе четыре я их размещаю, то таких, ну, сколько, ну, четыре штучки можно разместить. Ну, шесть, да, это максимум, не больше ни в коем случае, да. Свободно, чтобы они, вокруг них было поле хотя бы вот в размер самого логотипа. Да, да, потому что, конечно, да, да. Это вот так вот спокойненько размещаете, да, и обязательно подпись. Да, ну, я вообще не понимаю, это не делаю. Вот, пора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok